Окей. Немножко отдыха расскажу о себе. Я приехал из Украины, работаю в компании Ciclu, состою в Open Data Science, занимался последним летом рядами временными, где они были множественные временные ряды. И вот сегодня расскажу, как их можно решать, какие я нашел для себя фишечки, что лучше для меня работало, что работало лучше у других людей. И в целом, как вообще, надо подходить к решению вот такой вот задачи. Давайте будем начинать потихоньку. Вообще, что такое временной ряд? Это когда у вас есть какая-то последовательность, есть данные, и они упорядочены по времени. И мы должны предсказать то, что случится в будущем. То есть, например, мы берем обычный Google-тренд, слово биткоин, и мы видим, как этот тренд развивался по времени. И мы можем, например, предсказывать на основе предыдущих данных, что будет в будущем, как будет себя вести этот тренд. Что такое множественные временные ряды? Это такие же временные ряды, только когда их много и когда между ними есть какая-то связь, и мы хотим исследовать эту связь между ними, и как-то ее использовать для улучшения прогнозов. Такие вообще бывают задачи с множественными временными рядами. Это задача, например, посещений. То есть, например, это посещение магазина, это посещение веб-страничек, это, например, поток людей в аэропорту и так далее. То есть, например, сейчас именно идет на Kaggle соревнования по посещению страниц, когда есть много страничек, и нужно предсказать, сколько будет посещений в течение двух месяцев за каждый день. Еще очень популярная задача сейчас — это задачи продаж, когда мы, например, продаем разную одежду, допустим, молочные продукты, алкогольные товары, туры на отдых и так далее. Например, у нас сейчас очень в бизнесе популярна задача, и мы такую решили задачу — это когда есть большая корпорация, у нее есть много товаров, и мы должны понять, что влияет на продажи и как можно их увеличить с помощью машинного обучения, определять факторы, какие влияют и, соответственно, поднять им продажи. Также это цены. Это цены, например, на аренду квартиры, на продажу квартиры, это цены на билеты, это овощи, это цены на футболистов и так далее. Например, это могут быть погодные условия, разные температура, осадки, влажность, ветер и так далее. И другие, я их уже не выделял, это были 4, для меня это основные были, а еще вот можно там всякие связанные с телевизионными показами, это, например, вес людей, это ваше внимание в течение моего доклада и так далее. Например, вот так выглядят примерно данные, то есть у нас есть, например, вот 4 какие-то странички, у нас есть разные посещения, история посещений и данные. И, естественно, даты. И мы видим, что у них какой-то есть условный тренд, может быть, какие-то там паттерны, какие-то аутлайеры и так далее. Необходимо сразу разобраться с метриками, потому что, когда у вас есть какая-то задача, например, с Kaggle, то вам уже подается метрика, когда вы, например, идете в бизнес, то там вам нужно ее самим придумать и показать вашему клиенту. Самое, наверное, популярное, скажем так, это R квадрат, который объясняет, какую часть о дисперсии целевой перемены вы можете объяснить. Но она применяется к нестатическим рядам и она неинтерпутируемая, потому что коэффициент… Ну, понятно, что чем ближе к единице, тем лучше. Но что такое 0.09 и что такое, например, 2.0.09, а второй 0.95, это не совсем понятно. Вторая, это Maya, это Mean Absolute Error, это единственная интерпретируемая метрика, которую в основном вы не будете использовать для бизнес ваших задач, потому что только она исчисляется в абсолютных значениях и дает реальную оценку вашей точности. Ее лучше всего использовать, когда у вас примерно размерность рядов одинаковая. То есть, например, у вас все находится от тысячи до, например, десяти тысяч. Другая метрика – это MSE. Это уже метрика также неинтерпретируемая. Она дает большую ошибку, больше внимания дает большим ошибкам, и, соответственно, вы пытаетесь избавиться от именно крупных ошибок, а не от множественных, но маленьких. RMSLE – то же самое, только то, что MSE – это только под корнем, но здесь фишка в том… Ну, то же самое, просто мы примерно спускаемся в наши размерности, которые были и при Maya, но, соответственно, опять же, мы делаем упор на большие ошибки, и мы не можем их интерпретировать, потому что, опять же, у нас немножко идет biased из-за квадрата. И RMSLE – эта ошибка в основном используется, когда вы хотите сделать упор на предсказание маленьких значений, когда у вас есть, допустим, большой рейдж ошибочек, большой рейдж ваших значений, и вам важно, например, предсказывать, особенно на маленькое сечение посещений, будут ли товары ваши покупаться, какие-то очень редкие, и тогда RMSLE будет, наоборот, перипентализировать ошибки на маленьких значениях. А на больших оно будет меньше учитывать. Это были абсолютные ошибки. Я теперь расскажу немножко еще про относительные ошибки. Это MAPE. Это от Maya исходит, и это все интерпретируемо, и мы в процентах можем объяснить заказчику, почему такая ошибка, и вот что такое реально у нас есть ошибка. RMSPE – это также то же самое, что RMSLE, только в процентах. RMSLE – это аналогично. И тут новая подъявляется ошибка – это SMAPE. В чем ее суть? В том, что ее в основном применяют тогда, когда у нас очень большой рейдж значений. Что это значит? Когда у нас, например, могут быть значения от нуля, допустим, до миллионов. И поэтому у нас нет никакого внимания, например, к очень большим ошибкам или к очень маленьким ошибкам или посещениям. И мы всегда примерно предпринимаем внимание одинаковое всем ошибкам. Они действительно важны. Здесь такая штука, что у нас range от нуля до 200. И еще особенность ее, то, что нам лучше ее перепредсказывать. То есть чем больше знаменатель, тем лучше. И еще такая штука, то, что это… Лично для меня в этой метрике одно плохо, что здесь, если у вас есть дулевые значения либо в предсказаниях, либо в целевой переменной, тогда у вас будет ошибка максимальная 200. То есть если у вас будет у равняться нулю, а целевая… Наше предсказание будет не ноль, то у вас уже будет 200. И наоборот. И, соответственно, даже если вы ошибаетесь всего лишь на единицу, то это уже у вас максимальная ошибка. Это немножко ухудшает понимание и немножко вас напрягать начинает. Но это такое. При примере валидации стандартный подход – это holdout, когда… временная валидация – это когда мы все делаем по времени. Берем начало, потом чуть позже это отрадуем в тест и уже конец наших данных отрадуем в тест-тест. Соответственно, принятое эмпирическое распределение – это 70%, 20% и 10% в тест. Ну-ка, fold не пресекающийся. Опять же, мы все делаем по времени. Обязательно, чтобы не учитывать будущие данные, а смотреть только в прошлое. И мы вот, например, мы доберем три месяца здесь и месяц предсказываем. И тут важно, опять же, обратить внимание на то, что у нас должны быть отрезки тренировочных данных одинаковые. То есть если мы тренировались вначале до трех месяцев, то мы должны и на втором fold обучаться на трех месяцах, а не на четырех. Хотя у нас данных, по сути, уже будет больше, чем было до этого. И аналогично для третьего fold. И тест имеет такую же размерность. И если у нас данных не очень много или это требует задачи, мы можем еще использовать пересекающийся train и тест. Это когда мы не скачем, по сути, на такой же период, а, например, половинку мы достосим в train, а половинку еще оставляем в тесте. И таким образом у нас будет чуть больше fold, и тем больше будет рабастность наших, например, валидаций, и мы будем больше уверены в своих предсказаниях. Какие здесь есть особенности? Ну, в отличие от обычного ряда. То, что мы должны понимать бизнес-проблему, от этого очень много будет зависеть. Также то, что мы должны учитывать продолжительность. То есть, например, у меня такое часто бывало, то, что не обязательно тренироваться на всех исторических данных, а достаточно взять только какой-то последний отрезок небольшой и на нем только обучаться. Соответственно, вы хотите только правильный тренд, и из-за этого будет чуть лучше, чем если вы будете, во-первых, дольше ждать, а во-вторых, и дольше, и чуть-чуть там будет у вас такой сумбур данных. Также у вас должно быть похожее распределение трейна и теста по вашим признакам. Что это значит? Это надо проверить проточное значение, потому что в рядах очень часто меняются некоторые паттерны. У вас, например, были какие-то акции, но сейчас уже их нету. Раньше были какие-то продукты, но сейчас уже их нету. Раньше были какие-то магазины, но сейчас уже их закрыли и так далее. Также мы должны еще работать с айдишниками. Айдишниками здесь понимают то, что, например, это айди странички, айди магазина, это айди какого-то товара. То, что мы должны смотреть, опять же, какие айди были у нас в трейне, какие у нас будут айди в будущем. У нас будут они новые, либо они будут старые. Опять же, может нам нужно старые откинуть из трейна, из них вообще не обучаться. И смотреть, опять же, на историю, какая у нас была. Например, новые айдишники, у которых история очень маленькая, допустим, в трейне, их лучше не использовать для тренировки. Также мы должны учитывать тот факт, что большие колебания могут очень сильно влиять на наши предсказания, такие, как разные акции, кризисы, олимпийские игры, допустим, какие-то спортивные ивенты и разные стихийные бедствия. Также тут такая еще прикольная особенность множественных рядов. То, что мы можем, в принципе, не обучаться на всех данных, особенно у нас есть много. То есть, допустим, у нас есть какой-то магазин продуктовый, у нас очень много разных товаров там продается, и у нас, например, есть какой-то несколько ресурсов для вычисления, и мы можем просто откинуть часть. И особенно, если вы используете модели, основанные на деревьях, то у вас все будет хорошо, и валидация будет сходиться с тем, что вы будете обучаться уже на всех данных. Предварительная идея – это то, что мы сначала должны проверить все за стационарность, и от этого очень много будет зависеть специалистично во вашем анализе. Проверяется это все двумя критериями. В основном это как бы такие, да и более популярные. Это Рики Фуллер и КПСС. КПСС – это не партия и не рэпер, как может кто-то подумать. Это четыре человека разных. Да, и, например, почему нам важна стационарность. Во-первых, вообще стационарность у нас никогда нет в реальной жизни. У нас практически все ряды дестационарные. Почему мы не можем доверять… Почему мы так печемся? Потому что когда у нас ряд дестационарный, то мы просто не можем его предсказывать и доверять. Точнее, мы можем предсказывать, но мы не можем доверять его предсказаниям на самом деле. Потому что стационарный ряд – это ряд, у которого среднее и сортное отклонение – это константы в течение всего периода, и еще то, что у нас нет гавариации. Точнее, она между следующими значениями. Как мы видим, на первом рисунке у нас разное среднее, здесь разная дисперсия, а здесь у нас есть зависимость между следующими значениями. То есть чем дальше, тем уже эти пики. Как мы можем сделать данные стационарными? Мы можем взять логарифм, мы можем взять приросты, а если нам не помогло ни то, ни то, то мы можем сделать оба подхода, и скрипция у вас станет стационарным. Так, бейслайны. Всегда нужно начинать с бейслайном в таких задачах, потому что у вас данные стокарстические, и соответственно у вас может быть такая ситуация, когда бейслайн будет лучше, чем ваша модель. Поэтому стоит рассмотреть бейслайны, это как последнее значение, и, например, взять какую-нибудь среднюю или медиану, еще можно его группировать по какому-то дню недели. И это может быть, да, сначала странно смотреться, но действительно, когда бывали такие ситуации, когда мы, например, там строим модель какую-то, оценим точность, получаем какой-то там прикольный результат, в принципе для нас какой-то удовлетворимый, но когда мы прогоняем бейслайн, мы получаем результат чуть лучше или прям такой же. Поэтому стоит начать с бейслайном. Вот я покажу такой примерчик небольшие. Например, у нас есть какая-то страничка, и вот мы видим то, что бейслайн вот разный. Например, сейчас у нас бейслайн наивный лучше всего сработал. Например, вот здесь большая разница со средним бейслайном, где, в принципе, это прямая линия. А вот, например, в таком случае хорошо схватывается при помощи медианной группировки по дню недели. Какие дефолтные фичи стоит использовать в самом начале? Это, естественно, информация из данных, из даты, которые можно извлечь. Там это всякие деньги, недели, неделя, месяц и так далее. Это лаги. Опять же, вы можете использовать, в зависимости от ваших задач, это лаги дневные, это лаги месячные. А также вы можете агрегировать данные, например, у вас задача это подсказывать дневные лаги, но вы агрегируете их до месяца и также пишете его как лаг. Это скользящие статистики. То есть мы считаем средний, медиан, минимальные статистики на основе предыдущего и также их записываем как фичи. И мы можем также вот эти последние фичи скользящие, мы можем их считать на разном количестве дней или там ваших таймстэмпов и по группировкам разными. Например, там есть характеристики по категории товаров, либо там по еще чему-то, почему вы придумаете. И это также будет давать дополнительную информацию для вашей задачи, для вашей модели. Например, это будет выглядеть вот так, когда у вас есть лаги в начале, вы их тоже предъявите как фичи. И остальной ряд вы, например, там есть средняя, средняя по дню, по дню недели, потом сгруппированные максимальные, минимальные значения и так далее. В принципе, это вот так выглядят ваши данные, которые модель будет пытаться дальше, но и что с ними сделать. И да, такой совет, что должен считать такие статистики до трансформации. То есть сначала вы считаете статистики, а потом уже трансформируете, например, уберете логариф, а не наоборот. Примерно вот так вы видите дата-сет. У нас есть таргет значения, у нас есть таймстэмп, то есть вот у нас есть характеристика по дню недели и порядок дня, то есть какой таймстэм мы их не предсказать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. У нас есть лаги, последний, известный для каждого айдишника. У нас есть статистики, посчитанные за прошлый период. И у нас есть информация про страничку, про наш айдишник. Мы можем его использовать как дилейбл-энкодинг, как новый флот-энкодинг, а также мы можем его зациклировать средним. Это также можно делать. Какие есть вообще подходы, что вообще используется, что мы можем предсказывать? Мы можем предсказывать краткосрочные прогнозы. Это когда у нас маленькое количество таймстэмпов. Это, например, мы 7 дней, всего лишь 7 таймстэмпов. Или, например, 3 месяца, это 3 таймстэмпа. Для этого мы используем единую модель. Зачастую можем использовать, либо также для этих случаев мы можем использовать разные модели для каждого дня. Особенно, если у вас реально маленькое количество таймстэмпов, то для каждого дня построить модель – это быстро. И, скорее всего, это будет работать лучше, чем если вы построите одну модель для всех таймстэмпов. И long term – это когда у вас уже много таймстэмпа. Например, вам предсказать 60 дней. То есть 60 таймстэмпов, либо вы хотите сделать прогноз на год вперед на каждый месяц. И здесь уже отдельная модель может привести к оверфитингу, когда вы предсказываете каждый день. Например, 59-й день будете предсказывать, и, скорее всего, это будет оверфит уже на этом дне. Но для подсчета определенных фич, то вы можете использовать единую модель для подсчета статистик и построения модели. Теперь начнем с линейных моделей, как… это единственная модель, точнее, единая для всех ID-шников. И это линейная регрессия. Байсовские регрессии. Есть такая регрессия, как Mars. И open-socialization – это Earth. Но я расскажу уже чуть позже про это в экспертации. Что здесь есть интересного? То, что… Ну, я советовал такое, что если у вас очень много разных ID-шников вот этих вот категорий, то это часто лучше просто почитать статистики определенные, и просто линейная регрессия правильно взвесит. Это будет лучше, чем когда вы еще запихаете всякие лаги, и вы будете пытаться искать тренд. Соответственно, тренды могут быть у разных ID-шников разные, из-за этого будет результат не очень хороший. Но мы здесь не видим эконометрических моделей, но нужно перейти к ним, вспомнить про эконометрику. Почему здесь эконометрика не очень хорошо работает? Потому что это, во-первых, долго, во-вторых, тогда нужно подбирать кучу параметров зачастую, и также нужно подбирать гипотезы. Но если мы реально занимаемся эконометрика, то там есть гипотезы на всякие остатки, опять же, на коэффициенты и так далее. Соответственно, но мы можем как бы вручную эти фичи генерить. Например, если мы хотим построить условную ариму самостоятельно, то мы можем генерить ар-фичи, то есть это обычные лаги наши. Также мы можем посчитать скользящие статистики, всякие приросты, которые будут нашим условным ма-частью, и построить на этом простую линейную регрессию. Мы получим что-то похожее на ариму, только, опять же, в упрощенном варианте. Поэтому эконометрику лучше в таких задачах не применять, она вам особо не поможет. И, конечно же, про бустинг надо сказать, потому что сейчас уже про бустинг нельзя не говорить. Все считают, что допустинг не умеет экстраполировать из коробки. Это верно. То, что если мы обычный тренд хотим предсказывать, то он не будет его предсказывать, он не будет предсказывать просто его максимальное значение, известное для трейна. Но мы можем это исправить, если мы, во-первых, будем работать с приростами или с логарифмами, и тогда у нас уже будет некая информация. Мы просто будем предсказывать прирост максимальный, и, соответственно, мы можем идти вверх и экстраполировать наши предсказания. Также мы можем помогать нашему бустингу с пониманием. То есть это мы можем предсказывать тренд с помощью линейной модели, либо опять же эти все сказочные статистики, о которых мы говорили раньше. Другое решение может быть, это когда мы работаем с трендами. То есть мы сначала строим тренд, например, линейный тренд, а потом мы его отнимаем от нашего ряда, либо мы вообще делим на этот ряд. Это эквивалент на разнице логарифмов. Это будет работать, но опять же тут вопрос в том, насколько хорошо мы построим этот тренд, насколько он будет релевантен. И тут есть такая опасность переобучиться с помощью этого тренда, на этом тренде. Это зачастую работает чуть лучше, чем линейная модель на тех же фичах, потому что у деревьев очень лучше понимают, как справляться с такими вот нелинейными законоверностями. Но да, то, что я сказал. И тут еще такая есть фишка, то, что когда вы решаете множественные временные ряды, то у вас есть много рядов. Соответственно, у вас есть какие-то максимальные значения. У одному ряда там огромный перевес, есть какие-то меньшие ряды. И получается так, что деревья учатся на всех данных, и у них есть информация как про большие значения, так и про маленькие. Соответственно, для больших значений, для максимального он не сможет аппроксимировать, но если будет рост, а вот если для всех остальных, которые были чуть меньше его в трене, то он сможет его экстраполировать, и, соответственно, мы сможем этот тренд наблюдать для других айдишников. Поэтому здесь мы не так внимательно должны относиться к вот этому вот экстраполированию, и можем довериться XGBoost или LJBM. Какие есть проблемы, с которыми я столкнулся, и другие люди сталкиваются. Первое, что нужно помнить, это у вас должно быть одинаковое количество итераций для бустинга на каждом фолде, то есть не может быть такого, что у вас на каждом фолде разное количество итераций, тогда вы просто будете сильно переобучаться. Вы должны найти оптимальное количество итераций, которое оно вам даст для каждого фолда, и, соответственно, в среднем у вас все будет до лучшего результата. Что это, немножко про мою боль, с которой я столкнулся, я не мог понять, в чем проблема. Это XGBoostCV неправильно реализовано. Оно реализовано для обычной кросс-валидации, но не работает для временной валидации, потому что в обычной валидации оно использует только тестовые индексы, а train это все, но не тестовые. Это работает для обычной кросс-валидации, но для временной это не работает, как вы понимаете, потому что у нас каждый раз train и тест разные. Поэтому не используйте никогда XGBoostCV. Используйте noLGBoostCV, там работает все правильно, ну либо опять же вы можете использовать XGBoost-овские API SQL Learn, которые уже будете подключать кросс-валидации и туда уже дознать свои кастомные индексы. Это будет работать хорошо. И да, ну все знают, наверное, noLGBoom быстрее и почти такой же по точности, как XGBoost, поэтому это отличная альтернатива. Какие мы еще можем добавить фичи? Это замена среднего, это пропущенные значения, это нули, это последние значения, это мы можем опять же слаженные статистики считать, мы можем смотреть между значениями. Например, у нас прошлое было и будущее, но это было в нашем трене. Мы можем в принципе заменить то, что было посерединке. Также это мы можем использовать лаги и должны их использовать за прошлый год. Это даст нам тренд, который… ой, ну не тренд, а сезонность, который мы будем использовать, чтобы понять, как будет в этом году, может какие-то будут такие же изменения. Это праздники, помнить нужно про праздники. Это можно применять разные фильтры для вычленения всяких там прикольных штук. Это PCA для оденозинга. Например, у нас могут быть всякие там рандомные влияния, но какой-то у нас тренд будет, и мы PCA можем применить, и мы что-то туда вынесем. Но еще проблема очень большая – это outlier. Outlier проблема такая, что они очень могут сильно корректировать наши предсказания. Ну, совсем простой путь – это их просто удалить. Но можно еще чуть-чуть… Ну, немножко сложнее. Это когда мы берем, например, какой-то per cent, например, 95-ый, и если больше значения, чем 95-ый, то просто ему прислали бы это значение, и мы так немножко избавимся от этих всяких огромных пиков. Еще вариант – это использовать даме переменные. Например, у нас был какой-то там кризис, у нас была какая-то террористическая атака, у нас был какое-то извержение вулкана. Но мы знаем точно, что это в принципе в будущем не повторится. Либо мы это не можем как раз проанализировать. Мы можем так сказать ему булевую переменную и, так сказать, немножко оверфитнуться на трене. Но зато мы как бы наш тренд учтем, но мы его продолжим и мы его никак не скорректируем. И тут более сложный путь. Это мы предсказываем какой-то над нашей моделькой значение и ищем максимальные ошибки. Мы находим максимальные ошибки, огромные ошибки и, соответственно, мы считаем, что если над нашей модель очень сильно на них ошибается, то это outlier. И мы должны что-то с ними уже сделать. Опять же, мы можем вернуться к второму, третьему варианту или просто к первому варианту. Какие еще фичи можем добавить? Это external фичи разные. Опять мы не должны забывать, что у нас еще есть внутренний мир и очень много влияния из внутреннего мира идет, точнее из внешнего мира. Это всякие курсы, это байклинические показатели, это температура, это голосование, это спортивные ивенты, которые очень сильно могут влиять на разные продажи. Это, опять же, вы должны понимать, где вы обитаете, в каком бизнесе. И тут уже фичи искать. И также это линейные регрессии или там профет для каждого одичника. То есть что мы с помощью этого делаем? Мы с помощью этого делаем разные тренды, которые будут нам показывать, в какую сторону примерно будет двигаться наш ряд. И, соответственно, вот такая вот финальная у вас должна получиться примерно схемка, когда у вас есть валидация, ну хорошая валидация. Это вообще новых успехов в Time Series. И когда у вас есть тут ухудшение регрессий и сверху это все полируете и к гбустом, и ладжи бемом. И тогда у вас все будет отлично в конце. Скорее всего, эта моделька будет лучшей при всех обстоятельствах. Но, конечно, есть альтернативы. Это рннки. Это сейчас хайпевая тема, которая добирает популярность. Какая здесь фишка? Какая здесь вообще принцип? Это the sequence модель. У вас есть ряд на входе, у вас есть ряд на выходе. Соответственно, вы анализируете историю и предсказываете будущее, несколько значений. Также, что здесь можно сказать, то что нужно экспериментировать с историей лагов, экспериментировать external фичами и вот такие примерно модельки, такие схемки моделя, когда можно использовать просто обычную рннку, ванилу рнн, можно ее, опять же, история, можно еще лстнку добавлять, можно external фичи еще закидывать в dense layer и экспериментировать, и может быть что-то получится. Например, в одном соревновании рннки выиграли, это было на кагле, там что-то было по прогнозированию осадков. Но в моем случае у меня не получалось это сделать, поэтому, ну, в принципе, и в других соревнованиях я в основном выигрывал линейные модели плюс бустинг. Интерпретация, это очень важно для бизнеса, потому что все требуют интерпретацию, но, естественно, линейные модели лучше всего интерпретируемые и проще всего, но есть такая моделька, мы нашли для себя, это Mars. Это, в чем ее суть? В том, что это линейная регрессия, но которая не параметрическая, то есть она сама подбирает интеракции между фичами, она сама также ищет идеальное разбиение и использует хинж функцию для вот этого вот непараметрических предсказаний. То есть это выглядит вот так вот. У нас есть, опять же, то же самое, что и регрессия bias, у нас есть вот эта вот хинж функция, это h, то есть если больше нуля, то мы используем коэффициент, который вот находится справа в колоночке, а если меньше нуля, то у нас коэффициент равен нулю. И, соответственно, мы такие вот делинейные используем зависимости и можем предсказывать достаточно, ну, лучше лучше, чем обычные регрессии. И, соответственно, у нас уже есть какая-то интерпретация для бизнеса, которую мы можем использовать и показать клиентам. И также для блокнотс-моделей это L5, где есть поддержка XGBoost-style, GBM, S-клеоновской API. Что мы сюда можем взять? Это можем взять веса примерные, которые, как считается, наша моделька, и можем даже проинтерпретировать наши предсказания. Почему новая модель считает, что такое именно предсказание правильное? Какая здесь проблема? То, что это линейная аппроксимация, то есть в L5 заложена линейная аппроксимация, и она пытается аппроксимировать наши предсказания и XGBoost-style. И, опять же, вот очень часто у меня проскакивает такой огромный байос и занимает очень много он большую часть. И из-за этого такой немножко сумма-коток начинается, почему так, почему такой большой и почему влияние такой маленькое. Но, опять же, это как опция. И подытожим, что мы прошли сегодня, это мы должны выбрать метрику валидацию в первую очередь и нужно на этом дать много внимания. Также не забывать про EDA и приведение его к стационарности. Также начать обязательно нужно с простого бейслайна, чтобы потом понимать, насколько вы хорошо предсказываете. И надо генерировать дефолтные фичи. Это как лаги из статистики. Мы переходим к линейным моделям и бустингу. И опять же можем там подключить уже нейроночки, если у вас есть время и желание. Потом мы до этого все еще подкидываем кучу фич, которые уже там всякие фильтры, это всякие дополнительные тренды и так далее. И не забываем конечно же про какие-то там простые или уже сложные ансамбли и стекинг. И в конце мы пытаемся все-таки понять, почему наша моделька так предсказывает и почему именно такие веса на наших фич. И может стоит что-то что-то убрать или что-то еще добавить. На этом у меня все. Вы можете сконтактировать по таким вот моим контактам. Там Slack, email, Facebook. Будет Slack, я думаю. Поэтому спасибо за доклад. внимание. Ну что, друзья, вопросы можно задать нашему спикеру? Отлично. Спасибо за интересную презентацию и классные графички. Вот. Вы рассказали про все, кроме регуляризации. Имеет ли вообще там накладывать L1 регуляризацию в случае, когда мы используем и лаги, и какие-то еще дополнительные данные. Ну, объясню свою точку зрения. Обычно на лаги идут коэффициенты меньше, там, единицы, да, а на всякие крутые события, типа, там что-то случилось, и у этой даме фичи будет большой какой-то коэффициент. Ну смотри, это все можно делать вот в данном моменте, когда, и лучше всего это делать, когда, например, ты строишь отдельные тренды для каждого ряда, и там ты можешь просто, опять же, тут не нужно так сильно думать над этим, ты просто берешь и строишь, опять же, ridge регрессию, там LASA регрессию, там тот же ElasticNet, и ты потом уже оценишь, насколько это хорошо предсказывает. То есть естественно, у меня в линейных моделях, когда я еще рассказывал про линейные модели, там было linear regression, и туда, по сути, входят все линейные модели. То есть это ElasticNet, и все эти регуляризации. Поэтому да, естественно, можно использовать, и можешь, например, еще L1 использовать, то есть, донос регрессию, например, для отбора фичи, допустим, даже. И еще интересно, в multiple time series можно же использовать то, что у тебя там спрос молока, и там, не знаю, каких-нибудь яиц, там люди любят там лет делать. Вот. Они взаимозависимы. То есть можно использовать там из одного ряда фичи в другой и так далее. Это вроде var-модели называется? Это все входило в такую штуку, как группировка признаков по… По ID. По счет статистик… Наверное, впереди. Это подсчет статистик по… Ну вот, по группе. Например, у тебя есть разные группы какие-то, к теории товаров. Ты просто считаешь по ним скользящие статистики и это как бы используешь для предсказаний. Ну да. Нужно очень сильно использовать вот эти вот разные группы и разные по ним статистики, чтобы находить между ними какие-то связи. Микрофон. Микрофон. Что такое… Ну, например… Шифтинг. Есть… Ну, одно может очень сильно даже коррелировать с каким-то другим, но с учетом какого-то временного шифтинга. Ну, то есть если был какой-то всплеск сейчас одной фичи, мы увидим всплеск через месяц в другой фичи. Ну да. Эта такая штука используется в эконометрике, в чистой эконометрике, когда, например, ты работаешь с какими-то макрами. С макро показателями особенно. Например, ты будешь добавлять лаги безработицы, либо лаг курса. Это да, естественно. Но особенно когда у тебя, например, много рядов, но сильно их не поисследуешь. Поэтому ты будешь добавлять опять же вот эти всякие статистики лаговые, ты будешь их считать и ты можешь опять же выбирать разные промежутки времени. Ты можешь начать как с самого конца, а можешь начать как-то с отлинки их подсчета. То есть ты можешь брать, например, среднее за прошлый месяц, но среднее еще и предыдущий месяц, и за второй месяц. И так ты можешь как бы эту как бы структуру, ну как бы не структуру, а эти взаимосвязи перенести в таргет. Это уже твой переменной. Поэтому да, но это еще ты должен понимать исходя из доменной области. То есть ты примерно, сначала ты приходишь в какую-то доменную область, ты понимаешь, что вот ты как-то так логически генерируешь фичи. Это должно вообще исходить из доменной области, из твоего понимания. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Правда, очень интересный. Извините. Сейчас, можно? Я очень быстро. Вот вы когда получили фичер-ранкинг, представим, что мы пользуемся габустингом и показываете его заказчику. И вот он видит, допустим, вот пример из жизни, что мы увидели, что цена на смежный сегмент, она влияет на продажи сегмента другого. И вот как вы с этим дальше работаете? То есть вот плюс 15 или 0,37, я вот не уверена, что заказчик она устраивает. Что вы с этим делаете? Ну вообще, если честно, мы ничего не делаем с облакблокс-моделями. Мы их просто делаем для именно сравнения результатов. То есть мы говорим, что, например, облакблокс-модель дает чуть лучше, например, на процент, на 2% чуть лучше результат. Но мы ему показываем вот эту вот схему. То есть это, конечно, анонимизированные фичи. Но фишка в том… Что? Да. Потому что нам нужна именно для бизнес-задач, для них точно, по сути, не важна, для них важна интерпретация. И поэтому мы нашли такую модель, как вот эта Mars. Ну то есть, ну не Mars, мы используем Earth, потому что она open-source библиотека. Она просто то же самое, что и Mars, только она не работает с пропущенными значениями. Но для нас это не важно. Мы сами их можем заполнить. И поэтому здесь как бы есть депрометрические связи, вот эти вот hinge-функции, которые нам помогают всякие уже, и интеракции, которые модель сама подбирает и отбирает фичи. Поэтому мы показываем в основном вот эту штуку, которую мы показывали. Это мы делали для себя и примерно ориентировались на что влияет boosting, какие фичи может нужно добавить еще сюда. Спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Вот, например, по этому слайду. Я не очень понял, вот у нас внизу две картинки. Какая из них к чему относится? А, ну это weight, вот уже написано weight. Это типа веса, то есть вклад как бы признаков во всей модели. А это вот, например, ну мы берем какой-то ряд, то есть какой-то, как называется, объект, то есть условно строка в data frame, и мы хотим предсказать какое-то значение, и это фичи, которые проявили наибольшее влияние на это предсказание. То есть сделали наибольший вклад в это предсказание. И что у нас такое? Биас еще раз? Ну bias, я говорю, то что L5 это линейная аппроксимация бустинга. То есть как L5 работает, у вас есть предсказание XGBoost, и вы их пытаетесь аппроксимировать с помощью линейной регрессии. И вот на основе линейной регрессии у вас есть коэффициенты линейной регрессии, и вот вы их используете вот здесь. Но это так, это не факт, что это на 100% верно, но, скажем так, в этом есть правда, доля правды. Спасибо. Еще у меня был вопрос. Вот мы сказали, что если у нас короткий, мы предсказываем промежуток времени, то мы предсказываем независимо каждый из моментов времени. А как мы, если мы хотим предсказать сразу все и в связке, то есть если мы хотим предсказать сразу 20 одновременно, как мы это делаем? 20 одновременно? Дней вперед. Ну вот же. То же самое. Ничего не меняется, просто мы используем одну модель для этого, потому что 20 дней, ну вы уже, в принципе, переобучитесь в самом конце. Потому что, например, когда предсказываете там 7 дней, особенно если это в той среде, в той среде, в пятницу, в субботу, в воскресенье, то у вас есть какие-то закономерности. Это, в принципе, короткий прогноз. И вы там, вероятность переобучиться маленькая. А когда вы предсказываете, например, 20 дней или 60 дней, то это уже сложнее. Потому что там уже вы будете переобучаться под какие-то определенные дни. Поэтому вы формируете data frame таким образом. То, что у вас день, но вы там пишете ему не число, а порядковый номер дня, который вы хотите предсказывать. То есть у вас первый день будет нулевым, а последний, например, будет двадцатым. То есть у вас будет 20 независимых моделей все равно их предсказывать? Нет, одна модель, но вот же у вас есть… А, параметр будет у нее. Это не параметр, это фича. Это фича, которая будет идентификатором, какой день предсказывать нужно. У вас будет, например, идентификатор. Это будет день. Это может быть, например, неделя какая-то будет. Но, в принципе, если вы используете деревья, то это не имеет смысла. Имеет смысл добавить фичи именно по характеристике этого дня недели. То есть это может быть day of week. То, что понимала модель, это понедельник, вторник, либо это вообще выходные. И опять же у вас будут признаки по характеристикам, например, с прошлого года, за такой же день прошлого года. И, соответственно, из-за этого уже предсказание будет разниться, как минимум. И вы будете предсказывать уже достаточно неплохо. И при этом мы для всех, там, для молока, для идентификации предсказываем, то есть готовим одну общую модель. Опять же зависит от ваших, во-первых, ресурсов и времени. То есть, допустим, есть задачи, когда у нас есть, например, три категории, а если когда-то надо, например, 100 тысяч категорий, соответственно, до 100 тысяч моделей вы не будете строить или будете, но это будет очень долго, это не будет целесообразным. И вы строите одну модель, она большая. Соответственно, если, опять же, я заметил такую штуку, что если вы строите модели, основанные на деревьях, то деревья понимают, куда им нужно двигаться, и, соответственно, они не так сильно подтверждены переобучению, как линейная модель. Потому что если линейная модель вы тренируете на всех данных, то там разные тренды, она по-разному гуляет, и, соответственно, а веса у всех одинаковые. И она будет двигаться только в одном направлении, и будет плохо в целом. А уже в деревьях она будет идти просто по разным веточкам, и у нее все должно быть хорошо. Спасибо. Да, спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Первый. Можешь напомнить, как именно у нас, допустим, N временных рядов, к примеру, 10. И у нас одна общая модель, к примеру, XGBoost, на 10 time series. Но что у нас таргетом является? Я вот не совсем понял, прослушал или не понял концепцию. Мы берем таргет каждого time series и считаем, что они как бы не… ну то есть мы scale делаем. Допустим, у нас есть задача предсказания подпочтений интернет страниц. У нас есть ID страницы, у нас есть дата подпосещения, и у нас есть количество подпосещений, да. И, соответственно, мы хотим предсказать количество в определенную дату. И поэтому мы ферверируем даты следующим образом. У нас есть посещение, то есть таргет наш, вот левая колоночка. Потом у нас есть вот ID странички, которые мы как-то кодируем. И у нас есть характеристика даты. То есть вот есть day, то есть номер, который мы предсказываем, и характеристика, например, дня недели. И вот так мы и генерим уже фичи для каждого, например, ID-шника отдельно, для каждой странички отдельно, для каждого дня отдельно. И таким образом мы получаем дата-сет для нашей задачки. И сюда мы уже травим все, что можем. Ну то есть таргет – это у нас количество посещений вот с такими-то фичами, да? Да, да, да. А если мы хотим предсказывать, то есть у нас два временных ряда. Количество посещений с определенными признаками и, я не знаю, там количество, может не количество, а количество, да, количество купленного товара в эти дни. То есть просто посещение и количество товара. И мы хотим предсказывать и то, и то. У нас уже будет просто две задачи разных. То есть мы предсказываем все-таки один таргет, в конце концов, да? Конечно, да. Я понял, да, в этом вопрос. Но мы опять же можем использовать другую целевую перемену для предсказания другой. Ну просто, да, вторую модель делаем в таком случае. Но мы можем использовать признаки, опять же… Общие, да? Признаки, да. Но модель другая, понятно. Они могут быть связаны между собой. И второй вопрос можно? Это вот короткий там по кросс-валидации. В чем фишка в XGBoost была? То, что мы не можем остановить… Это вот штука, то, что в XGBoost CV реализовано так, что оно… Ну когда ты передаешь… Ты держишь свою валидацию. У тебя есть список из таплов, где у тебя есть train и тест. Правильно? Ты не можешь задавать разбиение на фолды. Смотри, нет. Смотри. У тебя есть список и у тебя есть таплов. Список таплов, где первый индекс – это train, а второй – тест. Когда ты его подаешь в XGBoost CV, он смотрит только на второй тапл, то есть где находятся тестовые индексы. И оно пишет так, что тест индексы – это тестовые индексы, а train-индексы – это смотреть на твой data frame и все индексы, которые не тестовые индексы, но делать train-индексами. Кажется, у Алексея еще замечание. Можно? Не замечание, а скорее небольшой инсайт. Во-первых, про то, что делать, если временных рядов несколько, и в том числе, что делать, если хочется предсказывать надо дофига вперед. Кроме того, что можно довериться Шмидтхуберу и сотоварищам и попробовать на этом нейронку обучить, есть еще наркоманские рецепты, которые достаточно популярен в статистической среде – это развернуть ту же самую последовательность лагов вперед и предсказывать ее главные компоненты. Например, главные компоненты на 10 вперед. Такое же можно сделать и с кучей рядов. Если у тебя 10 рядов, и ты хочешь предсказать их все, и еще на 10 шагов вперед, то вытаскиваешь первую главную компоненту из стомерной штуки и предсказываешь ее. Там уже дальше как тебе повезет. То есть сколько компонент тебе нормально соприкосмирует всю эту фигню. Это один из рецептов, который, кстати, можете пробовать. Он иногда работает. Ну и про тестовый индекс. Ну ты понял, да? То, что для ту-теста мы используем ту-тестовые индексы, а для трейна мы используем все ту-тестовые индексы. Получится так, что для кроссового валидации обычно это работает, а для временной валидации это не будет работать. Ну да, мы по времени должны. Да, и поэтому вот такая вот фишка. А в LiteGBM и CV это есть? Да, все правильно, да. А еще LiteGBM он быстрее или нет? Да, быстрее. А в чем прикол сейчас же XGBoost HIST содержит? Что-что? Да, он содержит, но все равно по бенчмаркам он быстрее. По бенчмаркам даже с HIST. Коллеги, понятно, что доклады очень интересные, и вопросов у вас много. И, по-моему, это уже повод прийти потихоньку в кулары и начать Виталия мучить уже вне основного заседания секций. Спасибо большое. Спасибо всем большое, что вы пришли. Спасибо вам. Сейчас есть возможность задать свои вопросы, опять же, нашим прекрасным докладчикам. Спасибо Виталию.